Продолжаем распространять гниль по Элден Рингу, на связи Чандор Ульмина. Здравствуйте! Катакомбы Звездных Пустошей. Да, я видел комментарий, что, ну погоди, почему вы распространяете гниль, если это не гниль, а потоки паразитов? Поясняю. Ой, тут, кстати, возможно, нам пригодится пламя очистить меня от скверны. Потому что, ребят, те, кто стреляют потоками паразитов, называются родич гнили. И мы, ну не косплеим их, поскольку у нас нету глефы, но что-то в этом роде. Так, чары молитвы мы поставим пламя очистить меня от скверны. Как атакующую молитву мы используем, да и вообще, в принципе, как атакующее что-либо мы используем только потоки паразитов. Ту же Роналу, к примеру, мы забили исключительно потоками паразитов. То есть мы даже кулаком не били этих девочек, которые кидаются книжками и глобусами. И много чем, на самом деле, кидаются они. Напишите в комментариях, если еще не успели это сделать под предыдущим видосом, напишите, был ли я в этих руинцах ранее. Потому что я не помню. Что такое? Что такое? Один старался, старался, старался. Так, ладно, ладно, забавно. Ребят, были бы вы на стриме, конечно. Но лучше бы вы были на бусте. Вот бустеры, это, конечно, прям сильно. А еще лучше, чтобы вы были и на бусте, и на стриме. О, на эксклюзивном. Цены вам не было. Да. Тут гораздо медленнее накапливается. Будем честны. Да. А рычаг? Ну, прах цветков миранды. Я не знаю зачем. Я, на самом деле, не для этого. И бьет она меньше. Я ищу рычаг, но не могу его отыскать. Я не знаю, где рычаг. Ищу статуи. А-а-а. А где? Угу. Вот именно. Мы уже вернулись. Может, она просто так открывается? Я попробовал, не открывается. Да. Так, ребят, небольшие технические шоколадки. Такое бывает. Мы забыли, где располагается вход. Потому что он реально обдел. Здесь у нас уже босс. Вот там дверь. Боссу будет. Вот тут. Погодь, может быть, вот в этой болоте. Да ладно! А мы его... Он был скрыт. Это за счет того, что это мы сделали. Все, где-то открылась тяжелая дверь. Это хитрая система. Прям вообще напротив, считай, двери. Напротив двери, но скрыто. За стеночкой. Бегаешь ты такой, как дурачок. Ищешь, а ну раз и здравствуйте. Ну вот оно. Но это очень хитро. И здесь у нас еще тень. Я, по-моему, не убивал. Славься, гниль. Славься, гниль. Ну, такая себе тень, конечно. Кстати, она реально слабая, потому что она тут одна. Нет, я убивал. Прах родича гнили, потому что у меня был. Да. Вот все хорошее. Вот, ребят, доказательство, почему мы говорим гниль. Да, почему мы прославляем гниль. Потому что родичи гнили, они прославляют гниль. А крусибл... А можно без крусибла, пожалуйста. Так, опять пробафаемся. В этот раз золотой обед. Просто он дольше длится. А битва нас ожидает... Затяжная. Хотя, стоп, у нас маны-то дофигища теперь. У нас же интеллект много. Здравствуй. Лионель! Славь, гниль. Вот зря не славишь. А вот третьего удара я не ожидал. Ой. Попытка номер следующая. Ой, а где... Где румы-то? Спавься гниль. Спавься гниль. Спавься гниль. Спавься гниль. Спавься гниль. Да в смысле? Да... Задолбал. А где руны? Я не увидел руны вообще. Ну, я их реально не увидел. Они за бочкой спрятались. Слушай, ну это прям душнина. Пошла. Славься гниль. И еще. Он просто безостановочно. То есть... Лионель, он был... Это... Пробиваемый. Его можно было застанеть. Этого нельзя. Не хочет он. Вообще не хочет. Чего будем бубнить-то? Рыцарь Гарнива это просто кошмар. Да. Он послабее, конечно, чем... Те ребята, которые были. Которые двое. И плюс он все-таки один. Как бы их было... Их было двое. Имейте ввиду рыцарь. Один. Ну да. Восслабим... Гнилюху. Гнилюху. Конечно, добьет. Ладно. Еще. Ну что на собаку? Два раза? Угу. Еще наорал. Не, не, забей. Угу. По всей гнили. Свинья. И он серьезно? После этого он еще переместился быстро. Угу. Быстро я переместился. Да. Это, конечно, жесть. У вас ловим, конечно, гниль, но такое. Боюсь, мне пробоя не хватит. Ладно. Ну ладно. Еще славим. Офигеть, какой подвижный. Слишком много... Уже... Мужчина вышел. Но у нас остался пузырик. Это хорошо. Славим гниль. Ставим гниль. Как он стремительно к нам идет. Ой. Славим гниль. Ой, больно, господи. Почувствовала, да? Ага. Так, мизинчиком дарится. Ага. Для локтем. Гребаная табуретка. Формированная табуретка. Вот славлю гниль, казалось бы. Но это сейчас повезло просто потому, что эти были. Хвосты. Есть. Шихал, кстати, по-моему, ни разу этих боссов в принципе не убивал. Он Родана убивал, а их нет. Ну, видимо, нет. Видимо, да. Все, отдохнуть вместо благодати. А то задолбались. Очень мало рун, кстати, здесь дают за мобов. Очень мало. Осень мало. Нет, 19 тысяч, это реально мало, кстати. Так, хорошо. Кто нам еще остался? Здесь есть, да, пещера тюремная. Рядом вот с фортом Гаэлем есть пещера тюремная. Здесь вот кто-то есть. Ну, поехали. Все, мы идем сюда. Для тех, кто знает, те знают. Для тех, кто не знает, ребята, это самый сильный призыв в игре. Просто лучший, топовый призыв. Самый. Я зря, правда, не поменял. Напомню, мне потом поменять золотой обет. Хорошо. Поехали. Сильнейший маг. Истинный волшебник. Гуго. Выходит на арену. И против него апостол Гнили. Эта битва будет легендарной. В скобочках нет. Ребят, кто не знает фишку Гуги, посмотрите прохождение замага. И посмотрите серию с тестом призывов различных. Гуга особо отличился на тесте призывов. Он шикарен. По-настоящему хорош. Ну, по-моему... Нет. Вот он он. Вот он, Гуга. Так, раз. В смысле? Он еще сидит. Опять нужно больше всего-нибудь купить у него. Да я что-то в шоке. Как меня за... А мы его не убивали точно? Кому? Что-то не появляется этот мужик. Ну, давай что-нибудь купим, да? Угу. Пахучий факел? Довались, чтобы отважно... Отваживать зверей от сокровищ, стоящихся в пещерах. Запах усмиряет диких зверей. А реально работает? Я не знаю. Интересно. Я не знаю. Ладно, мы купили что-то. Интересно. Я не знаю, ребят, как это работает, но тема реально рабочая. То, что нужно что-то купить. Так, я думаю, что все-таки, да, нужно этот использовать. Золотой обед. Потому что мы будем долго с ним биться. Да, урона меньше. Это самый сильный. Это тот самый. Это он. Да. Это один из сильнейших боссов в игре. Я так про многих говорю, кроме Родана, пожалуй. Да, да, да. Кроме и сильных боссов. Да, да, да. Кроме тех, кого людишки считают сильными боссами. Я про многих так говорю. Это правда. Но я не знаю, для кого просто Родан сильный, ребят. Ну, на полном серьезе. Я Родана убивал магом. Я Роданом убивал кнутами. Я Родана убивал щитами. Щитами просто. Причем на 50 уровне. И кнутами, и щитами. Я Родана убивал вот гнилью. А вот сейчас было обидно. Ладно, попытка номер следующее. Славься гниль. Это просто чатик. Слабо славил гниль. В комментариях не выславляют гниль. Там не так много комментариев. Вообще мало. Прославляющих гниль. Ничего себе он попал, конечно. Так обычно. Да, киберспорт. Слабься гниль. Славься. Беги! Так славься или беги? Славься беги. Славься гниль и беги. Все, пославь гниль и беги. Пока можешь. Ну, за гниль, кстати, он нормально падает. Да. За гниль вот хорошо. А за остальных и за мага не помню как. За щит тяжело было его убивать. За хлысты не помню как убивать. Но тоже, наверное, очень тяжело. Убивать. Вот это вот по-настоящему сильный босс. Против, по сути, всех. Даже против славы гнили. Но мы-то понятно, что затащили. И в целом не так уж сложно. Но не самый простой босс. Ребята, все равно не самый простой. Но это не босс. Поэтому мы не прибавили. Бам. Бам. Сколько там надо? 64 тысячи. Ужас. Я не знаю, кто эти цены делал. Неадекват какой-то. Да кто же за такие цены-то покупать будет? Ладно, идем вперед. Идем в башню. По башне путь плюс-минус, конечно, помню. Я помню, там мужчина есть один, которого я ядом-магом убивал. Специально я выжидал. Я его долго бил. Мучительной смертью он погибал. Потому что он меня задолбал. Вот там он предмет, когда получаешь. Реально задолбал просто. Вот если бы ты это не сделала... Что? Ты это сделала до того, как я упал. Что я делала? Так. Отсюда не дотащим. Не дотянемся. Ой, у нас до сих пор крепус. У нас до сих пор крепус. Зараза. Вот это лучше возьмем. Так бы мы были сильней. Восславим гниль. Мы и так сильны. Ага, конечно. Вот этот мужчина так не считает. Не для него, видимо. Видимо. Не для него. Хотя с крепусом мы, возможно, смогли бы и пройти. Он бы нас не заметил. Кто знает. Интересный вопрос. Поставим его на обсуждение. С кем? Не знаю. Тихо, видно, сам с собой. А, ну там и да. Так, если я правильно помню, то мы идем правильно. Если я неправильно помню, то мы идем неправильно. Логично. Так что остается лишь надеяться на то, что я помню правильно. Мы идем правильно, да? А, я уже вижу, мы идем правильно. Все хорошо. Хорошо. Ты написал только то, что ты не умеешь. А в третьем Dark Souls первого босса проходил 3 часа и так и не смог? Ну так боссов-то проходить не так просто в целом. Есть просто сложные боссы, есть простые боссы. В частности, в первом Dark Souls первый босс это демон. Его убить вообще легко. Его чаще всего убивают, забираются на башню и прыгают. В прыжке убивают. Там он легчайший. Но все равно можно умереть, особенно если биться не такой тактикой, а какой-либо другой. То это уже будет сложнее. А по такой тактике он убивается легко. Далее. Демон Капра. А вот демона Капра ты попробуй убить. Он невероятно сложный. Он настолько сложный, что просто жуть какая-то. Жуть. Опять ты со своим... Вовремя. Вовремя. Спасибо. Ой, погодите, а это что такое? О, золотая руна 12. Вот зачем мы сюда вернулись, я понял. Мощно. Семь в половину тысячи. Так. Не упал пока что. Хорошо. А теперь упал. Так, в этот раз успешно, но, ребят, у нас еще было пару падений. Поэтому урун у нас нет. Если просто вдруг кто спросит, если вдруг кому интересно. Вот тому мужику интересно-интересно или нет? Очень интересно. А, он решил сам. Ну, правильно. А, ну, естественно. Молодец. За него, кстати, 1400 дают. 1400 за какого-то лошара, ты понимаешь? Холидно. Но он тут так стоит, что он может легко сбить. И при всем при этом он с щитом. Ты представляешь, какие разработчики мерзкие? Вообще, он у нас такой. Я предлагаю все-таки подняться по лестнице. И мы сможем открыть вот эту дверь. Опа. А мы оттуда приходили. То есть нам не надо будет больше паркурить. Ура. Или надо? Надо. Нам не надо будет паркурить вот то, что мы уже отпаркурили. Но кое-что другое надо. Надо. Не очень хорошо, конечно. Хроническая дуга не особо-то надо. Хроническую дугу можно в прохождении бессмертия использовать. Ого. Ого. Так, стоп, секунду. Мне нужно к костру хотя бы. Беги. Спасибо. Все, к костру. Сейчас посмотрю. Приятно, что Элден оценили. Да. Спасибо. И гниль заславили. Да. Так, я не знаю, даст мне достаточно силы пламя. Будем надеяться. Этого мужчину минуем. За него, кстати, пару тысяч дают прям. Молодец. Теперь вот такой вот у нас мужчина, между прочим. Слався гниль. Ага, восслабил, конечно. Слався гниль. Слався гниль. Сколько? Ты видела, сколько у него здоровья? Кто это? Это апостол божественной кожи. Я вижу. А в смысле у него так много здоровья? Очень много. Ладно. Ладно. В этот раз золотым обетом. Ау. Не, ну это хамство. Вообще. Слався гниль. Слався гниль. А еще можешь? Может. Может. Слався гниль. А еще можешь? Слава нефтина. А еще можешь? А еще можешь? Вы стреливаете с ним? Вообще-то да. Вот то и да. Что он будет ультить? Он к нам хочет. Не особо. Но не дотягивается. Ручки коровы вся гниль. Во вся гниль. Как он не попал? Он не попадает в плиток. Во вся гниль. Ладно. Хорошо. Во вся гниль. Уходи, не уходи. Сирена попасть во вся гниль. Он два раза отпрыгивал. Ну слушай, хорошо зашло, кстати. Хорошо зашло. Это точно босс. Апостол Божественной Кожи. Я помню, как тяжело было его щитами убивать. Невероятно тяжело. Тут, да, попроще. Объективно. Ну все-таки на расстоянии держаться можно. Да. Все-таки я больше склоняюсь к тому, что мне лично комфортнее играть на расстоянии. Хотя, не везде. Щитом все-таки некоторых ребят было гораздо проще убивать, чем гнилью. Да, ребят, представьте себе. Щитом некоторых ребят было проще убивать, чем гнилью. Вот такие пирожечки с котятами. Кристаллица, в частности. Не заметил троих даже. Сейчас будет сложнее. Да. С кристаллицами. Я не думаю, что мы их, в принципе, убьем, если честно. Ну, посмотрим на них. Повся гниль? Пока тот сидит, он все равно не в голову уйдет. Повся гниль. Прекрасно. Повезло. Просто повезло, реально. Я же говорю, пока тот сидит, я не могу. Повся гниль. На этом воздали. Повся гниль. Оно сквозь прошло, да? Возможно. Там что-то в бок заходит. Попей. Славься гниль. Славься гниль, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я думал, будет сложнее. Ой, мы приближаемся к соточке. Почти соточка, ребят. Почти сотка. Кого-нибудь покороче, да? Было бы неплохо. Было бы неплохо покороче. Щит с ликом. Ой, из-за щиты я прям тут хотел так этот щит получить, а потом понял, что это очень тяжело. Кого поближе? На поближе. На поближе никого. Больше интеллекта. На самом деле нам интеллект не нужен, ребят. Двадцатки нам хватает за глаза. Мы так поняли. Это мудрость. То есть как будет там... Нужное количество мы попробуем. А сколько это нужно, я не знаю. Ну, не меньше шестидесяти. Чтоб мы попробовали хотя бы. Что, ночная кавалерия? Ночной всадник он называется. А вы восславили гниль, товарищ? Мне кажется, вы этого еще не сделали. Давайте я вам поспособствую. Давайте я вам помогу. Помогу, да. По спинке так гнилью. Как вам оно? Я думаю, он доволен. Да? Мне кажется, он даже доволен полностью. Вместе с лошадью. Вместе с лошадью. Они оба довольны. Два по цене одного. Пепел войны общее дело. Вот так вот. Это общее дело всех кавалеристов. Умереть и восславить гниль. Прекрасно. Шестьдесят девять тысяч, кстати, нам хватит, по идее, для того, чтобы повысить уровень. Так и есть. Вот смотри, когда у нас будет интеллекта, получается, сколько? Порядка семидесяти. Вот тогда можно будет сделать респект. Только тогда. Хорошо. А пока мы, к сожалению, будем жреть в интеллекте. У нас сто боссов. Да. Мы убили сто боссов, ребят. Сто боссов. Я не знаю, как будет называться серия, но сто боссов, это уже неплохо. Боссов по интерактивной карте. То есть, охотники за колокольными сферами не считаются боссами. Мы их убили уже несколько, ни одного мы не внесли. Но в то же время мы убили парочку тех, кто, казалось бы, не босс. И мы их тоже внесли. Мы их внесли, в отличие от охотников за колокольными сферами. В торженцев мы не вносим в принципе, да. То есть, для нас это не босс. Мы их убиваем, но это не босс для нас, да. Вот как-то так. И вот кто настоящий босс, кого мы всегда вносим, это вот эти вот ребята. Потому что именно благодаря им-то на канале, собственно, видосы и выходят. За что мы им, конечно же, благодарны. Классные ребята. По-настоящему классные. Вот. Присоединиться к их числу. Стать не менее крутым. Можно по ссылочке в описании. Под каждым видео есть ссылка на бусти, ребят. Переходим и подписываемся. Вступайте в семью, ведь семья... Это главное.